Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу! Всех вас приветствую и благословляю именем Господнем, братья и сестры, дорогие друзья! Сегодня у нас, как и всю эту неделю, подготовка к собору. Молитвенная сейчас такая пора, потому как конец октября посвящается в нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь, посвящается памяти в данном случае 500-летию со дня начала Великой Реформации. 31 октября, ну для кого-то Хэллоуин, для кого-то это праздник всякой нечести. Знаете, кстати, даже вот здесь вот я на рынке сегодня был. Станция метро Лесная, до рынок, значит, и там хлеб вкусный грузинский покупал, значит, и прям там спичи прям продают, очень вкусно. Вот, и тут же, и тут же эти все эти всякие, по рынку смотрю, всякие монстры, всякие эти вот тыквы и все прочее, прочее, ну как-то. А в шаббат, да, кстати, о, в субботу я был в гостях в еврейском мессианской общине, и представляете, пока ехали, значит, брат с общины еврейской заехал сюда ко мне на Киото, забрал меня, значит, мы едем, значит, и уже, значит, перед мостом, там, значит, перед Днепром, значит, представляете, значит, очередной такой светофор, значит, и, ну, машины стоят, терпеливо ждут, и в это время с обеих сторон там мужчины ходят какие-то, и, значит, и всякие эти ужасы продают, все эти маски, всякие монстры, всякие, ой. Ой, а я, значит, еще спросил, что за гадость такая здесь продается, как бы, а водитель напомнил, как Хэллоуин сейчас вот, значит, начинается. О, точно. Да, так вот, дамы и господа, для кого-то Хэллоуин, для кого-то праздник всякой нечисти или день рождения Люцифера, день рождения, там, сатанинское рождество, там, по-всякому, как только не называют, вообще, этот день, значит, именно Хэллоуин, хотя в католической традиции, западноевропейской традиции этот день обычно, он, как бы, так вот, трансформирован, что ли, переделан, переименован в праздник всех святых, ну, как бы, как и у нас в православии, это попытка такая отвлечь внимание, как бы, от той традиции и привлечь внимание уже, как бы, насаждать новую традицию. Ну, это, как бы, попытка такая очень известная, ничего из этого хорошего, как мы знаем из истории, не получалось, не получалось никогда-то и невозможно. Сколько ни мешай, кривду и правду, ничего истинного не родится от этого мутанта. Ну, что есть, то есть. Значит, и, хотя, как бы, вот, католики, да, вот, как бы, как и мы, православные, в общем-то, в этом преуспевали, как бы, многие столетия в смешании христианства с язычеством, но, как бы, руководствуясь благими намерениями, вот, как бы, отвлекая от сатанизма, как бы, от оккультизма, от, как бы, откровенного, такого, знаете, язычества, как бы, как бы, уязыченному христианству. А еще у нас это называлось воцерковлением, как бы, каких-то явлений, пусть даже уродливых, там, оккультных, там, бесовских, но, как бы, оцерковливания их. Вот, как бы, вот, как мы их оцерковили, и теперь уже это не совсем, как бы, сатанизм, а уже, как бы, вот, под, как бы, эгиды христианства, вроде, как бы, под ширмой христианства, уже, как бы, уже, Как бы работает это все Должно быть на христианстве На самом деле Это очередные религиозные Политические такие Ухищрения Попытка, медвежья услуга В лучшем случае Медвежья услуга Царства Небесного Царства Божьего На самом деле Господь не нужно находиться Ни в коем разе в наших таких Религиозно-политических манипуляциях Ну ладно, об этом как бы так вот Кстати, о Хэллоуине я отдельно Еще записывал такие программы А, я больше даже, кстати Это я сейчас в последние годы часто записываю Раньше я меньше записывал Больше как бы так вот текстом работал Вот Надо, наверное, таких пару еще Программ будет снять, да, наверное Я думаю, что да, наверное Надо, именно о Хэллоуине Но как бы Ладно Для кого-то это праздник всякой нечисти Или день рождения Люцифера Сатаны, значит Ну, как ни крути Если это так То дьяволу Господь испортил День рождения 500 лет назад Очень серьезно Капитально просто вообще Потому что именно 31 октября 1517 года Произошло одно из таких Просто удивительнейших событий В истории христианства И вообще в истории мировой Вообще мировой истории Доктор Мартин Лютер Тогда священник Католический, традиционный священник Прибил к дверям Собора в Виттенберге Нынешнем Лютерштадте 95 тезисов Тезисы Большей частью Посвященные Тогда Как бы Как бы Наболевшие Такой проблеме Тогда Как бы актуально для всех Наверное Проблеме Значит Продажи индульгенции Массовых этих распродаж Которые в то время Были как бы Просто-напросто Очень и очень популярны И значит И действительно Вот Заживое Зацепил он Как бы народ Германский свой Но и Не только Конечно же Потому что Так или иначе По всей Европе Такое безобразие творилось Как бы Вот поэтому Вот как бы То что произошло В 1517 году 31 октября Это аукнулось По всей Европе И даже больше По всему христианскому миру Некто из великих По-моему Чарльз Клерджин Как раз Говаривал Что стук молотка Этого монаха Пробудил всю Европу Когда вспоминалось Именно Вот Историческое событие Когда Лютер Примемал Тестис К дверям Собора Втенгерского Вот Но можно Дополнить эту фразу Это высказывание Еще таким утверждением Что и не только Европа Но и весь Садачный христианский мир Конечно Да Событие 500 летней давности С одной стороны С другой стороны Это Событие Сегодняшнего дня Потому что То что началось тогда Это имело продолжение И продолжается По сей час И далее 5 столетий тому назад Действительно Завершилась Эпоха Целая эпоха 1517-й Стал Действительно 31 октября Стал днем Великой Реформации И стал Таким Водоразделом Знаете История поделилась Днем такой То что было до 1517-го И то что Протошло потом После 1517-го года Вот до 1517-го года В христианстве Продолжалась Такая многовековая Эпоха Великой Деформации Деградации Мирового христианства Вот И Она Продолжалась Наверное Ну можно от самых Константиновых времен То есть Можно в принципе Отчет вести От самого Четвертого столетия Может и так Это все быстро Происходило конечно Вот А особенно В особенности После разгрома Византийской реформации Значит Ну В общем-то Продолжалось много столетий Будем так говорить Потому что События Византии Это вот Восьмое Девятое столетие Ну и как бы Вот середина Девятого столетия Может так говорить Да Да Середина Девятого столетия И по Будем так Начало Шестнадцатого столетия Представляете Вот это Сколько Огромное количество Времени Да Происходило Такое Падение Мрабов Падение Ну Во все Во всех сферах Именно Великая деформация Эпоха Великой деформации Можно назвать Сейчас Эпоха Великой реформации Наступила Да Пять столетий Уже продолжается Эпоха Великой реформации А то была Эпоха Великой деформации Деградации Мирового христианства И Я хочу вспомнить Кстати Вот Эпиграфы Можно даже написать В этом видео Не знаю Как получится Но Очень хочется Экклезия Семпер Реформанда Церковь Непрестанно Реформируется Слова Одного Из лидеров Мирового Христианства Одного Из отцов Церкви Почитаемого И на востоке И на западе Святитель Киприан Карфагенский Киприан Архиепископ Карфагена И лидер Всей северной Африки Еще третьего столетия В общем-то Он так Так Вроде получается Видео Извиняюсь Технические Есть такие У меня Некоторые Недоразумения Ну Я уже Затей холодно Так записываю На улице долго Но Нужна камера Конечно Которая берет Пошире Которую можно Вблизи вставить И с микрофончиком Желательно Конечно Нужна камера С микрофоном Да Потому что Здесь Звук ловится Всякий Но Надеюсь Вы меня слышите Хорошо сейчас Я стараюсь Говорить Прямо на микрофон Так вот И в это воскресенье Будет собор Проходить Нашей церкви Который Посвящается Именно Пятисотлетию Среди начало Великой реформации И обновлении Мирового христианства Собор Наш Пятисотлетию Мои коллеги Это касается Всех Всех Нас Всех Христиан И не только Протестантов Но и нас Православных Это касается И католиков Кстати Католики даже молодцы В этом плане Сделали шаг Очень такой Серьезный Несколько лет назад Не помню точно Какой это был год Даже было Было сделано Заявление От Папы Римского От кардиналов Верхушка Католическая церковь Признала Руководство Западное Церковь Признала Что Заслуги Людера Перед церковью Насколько Помню Это был еще Иван Павлов II Наверное Был еще Здрав Не помню Ну не суть важна Даже Какой из Пап Вот этих последних Но главное Что заявление Было подобно Сделано Ну как бы Это очень важно Я считаю Такое заявление Историческое Потому что Пять столетий тому назад Католики Встретили Как правило В штыки встречали Саму идею Реформации Вот Многих она и сейчас Пугает Но действительно И православных Многих пугает Многие священники И прископы Не раз заявляли Православные Что нам никакая Реформация не нужна Там и прочее Прочее Но вот Прав таки был Киприан Карфагенский Которого И в нашей Православной Традиции Почитают Как святого Мужа Божьего И в западноевропейской Католической Традиции Тоже почитают Его как святого Он говорил Именно Церковь Непрестанно Реформируется Экклезия Семпер реформанда Потому что Если не реформируется То деформируется Вот Ну Деформация Это деградация Это уничтожение Это отступление Апостасия Еще греческое слово Такое Апостасия Вот А уже Значит Реформация Реформанда Это Означает Восстановление Возрождение Возвращение К своим корням Костокам К основаниям Реформация В общем-то Реформация Это не выдумывание Чего-то нового Как некоторые Полагают Ну В политике В общем-то В религии Обычно так И выражаются Как-то В светских СМИ Часто так и выражаются Реформации Реформами Называют то Что Досели что-то Невиданное Неслыханное Новизна Какая-то Допустим Новинка Вот А на самом деле Реформанда Да Значит Это слово Само подразумевает Что это не выдумывание Чего-то нового Это восстановление Изначально данного Того Что дано было Изначально Возвращение к истокам К основаниям Вот Еврейское слово Чува Очень хорошо Покаяние Да Очень слово передает Суть Именно реформации Потому что Действительно Чува Это возвращение Возвращение Вот Поэтому Да Действительно Покаяние церкви Покаяние церкви Именно вот в этом Возвращении То что Там Лютерова И вообще Отцы реформации Начала 16-го столетия Выразили Как там Соло скриптуры Ибо этих пяти солос Это не новое На самом деле Это хорошо забытое Старое Вспомним тоже Антиохийскую школу Богословия Другие школы Богословские Вспомним хотя бы Вот так вот Ну и Именно Наша церковь Именно как вот Направление Ветвь такая Поросль Молодая такая Поросль Православия Восточного Знаете ли Такая Евангельская Уже Поросль Потому что Действительно Мы как церковь Кстати Об этом мы беседовали Не раз уже И об этом Переписываемся С Кифой С епископом Кифой Как раз именно Он будет Один из спикеров Я так полагаю Значит Планируем так Значит На соборе Что церковь Должна быть Не просто Да Мы называемся Реформаторской Православной церковью А так По сути Именно Чтобы были Евангельскими Ну и всем нам Знаете ли Всем нам Действительно Нужно Подвязаться За веру Евангельскую Всем нам нужно Действительно Быть Евангельскими Верующими Библейскими Верующими Как ни крути Вот так вот Слава Богу То есть Всем В смысле И протестантам И православным И католикам Всем 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 И неконфессиональным Христианам Всем Евангелие Благая весть Собственно Как бы Божья весть В основу Во главу угла Ставится Вот так вот Так что Хэллоуин 31 октября Вот и говорю Дьяволу Дьяволу испортил Праздник Господь Потому что Именно в тот день Да Заскучал молоток В Виттенберге Были оглашены Тезисы И с этих тезисов Действительно Началась Великая реформация И вот 31 октября Поэтому 1517 года Он так Этот день И назван Впоследствии Днем Великой реформации Назван Именно днем Вот этих Великих перемен Которые Начали происходить В церкви Не сразу Конечно Постепенно Поэтапно На протяжении Пяти столетий Действительно Много что Изменилось Вот Возродились Многие библейские Учения И возрождаются Возродились Очень многие Библейские традиции Церковь Стала возвращаться К своим библейским Еврейским корням К своему Основанию Фундаменту К личности Иисуса Вот эта Христоцентричность То что называется Допустим В православной традиции Об этом Александр Мень Вот Из последних Отцов Очень часто говорил Мейндорф Шмемен Да Их можно назвать Смело Как раз Христоцентричными Отцами Католические Многие Авторы Современные В протестантских Огромное количество Просто огромное Это тысячи Отцов Современных И уже почивших В Бозе Вот Тех Кто действительно Выступал И выступает За Христос Личность Церкви То есть Христос Как центр Основания Жизни И отдельного Верующего Каждого из нас Отдельного Христианина И отдельных Групп верующих Семей наших Насчет Наших общин Церквей Вот И целых конфессий Организаций Деноминаций Юрисдикций И прочее Знаете Я у себя В церквях И в наших Реформаторских Обновленческих Православных Церквях Когда бываю И в гостях Проповедую Я где-то Не проповедую Десятки Разных Конфессий Деноминаций Это и лютеран И кальвинисты И баптисты И анабаптисты Это и Методисты Адвентисты Баптисты Песятники Харизматы Короче Многих Разных Очень направлений Католики Православные То есть Я бываю Как православный Реформатор Евангелист Бываю Со словом Божьим С посланием Живым Ну по сути Старобрядческих Новобрядческих Ну я скажу так Десятки И десятки Разных конфессий Направлений Христианства Ну по сути Я вот за Своё служение Господу Вот Уже больше Двадцати лет Как реформатор Тружусь Я Фактически Во всех Существующих Направлений Христианства Побывал В том числе И всевозможные Неконфессиональные Как бы И позаконфессиональные Группы И даже Полусекты Такие Полузакрытые Организации То есть Как бы Очень разное Направление И Тема Моей Прокляти Всегда Был Христос Темой Моей Прокляти Всегда Была Истина Иисусе Темой Моей Прокляти Всегда Была Есть И Будет Одна Вот И Вот То Что Примером Обычно И буду Приводить Всегда Слова Иисуса Который Как раз Сказал Как Моисей Вознес Помните В 3 главе Иоанна Как Моисей Вознес Мия В пустыне Так должно Быть и Вознесен И Сына Человеческому Дабы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Ибо Так Возлюбил Бог Мир Даже Написано В 16 стихе Подчеркивается Именно Любовь Бога К человеку И интересно Вот это На сама Вот это Вот Сам взгляд Мессии Сам взгляд Машеха Христа На события Описано В числах Когда Моисей Вознес Змея В пустыне И Ужаленные И укушенные Люди Должны Были Смотреть У них шанс Был один Лишь Спастись Это Смотреть На медного Змея Вот И Кстати В оригинальном Тексте Это тоже Очень важный Момент Такой В оригинальном Тексте Там не просто Описываются Змеи Вот такие Как Кобра Гюрзада Плюс Там Какая-то Гремучая Там Не знаю Какая-то Змея Там Вот То есть Разные Ядовитые Гады Есть такие Но Там Также В оригинале Стоит И Серафы Серафима Кстати По-моему В одном Из украинских Перекладов Тоже Есть Серафы Но В некоторых Английских Изданиях Есть Тоже Переводы Серафы В русском Языке Я Знаю Разные Переводы Наблюдал Разные Переводы Может Не все Знаю Еще Но Из Тех Кого Я читал Переводчиков По-прежнему Серафов Там Не Упоминаю Ограничиваются Лишь Такими Естественными Физическими Змеями Как бы Вот Я не знаю Чем руководствуются Но Как бы Переводчики Конечно Имеют Свой Кодекс Определенный Значит И Как бы Своих Воззрения И Традиции Будем так Перевода Вот Я знаю Почему Синодальные Переводчики Допустим Чем руководствовались Чаще всего Политикой Потому что Церковь в то время В 19 столетии Была под Колпаком У властей И поэтому Божья часть Текстов Перевода Синодального Это Заказной Политический Религиозный Перевод И политики И религиозники В общем-то Манипулировали Переводчиками И поэтому Очень много Текстов Которые искажают Собственно Значение Слова Божьего Даже Сами семинаристы Я помню В 88-й год Да 30 лет назад Сами семинаристы Смеялись В Загорске Значит Между собой Так Я впервые услышал Такое выражение Сильно Дальний Перевод Я еще так Думаю Может ослышался Сильно Дальний Перевод Не-не Сильно Дальний Перевод Ну По многим На самом деле Как бы фрагментом Видно Что Дело не Безграмотности Переводчиков Были Очень Грамотные Переводчики Лучшие На самом деле Переводчики В империи Российской Работали Над этим Но Заказной Перевод А насчет Серафа Я не знаю Почему Они не Поминали Во все вероятности Должно было Связано С какой-то Политикой Потому что Переводчики Были Грамотные Они не Могли Не Прочесть Слово Серафа Вот Значит И потому что Наша теология Порой Знаете ли Она Является Предубеждением Определенным Нашим Вот как бы Значит И руководит Порой Нами Но Это очень Плохая История Я считаю Что порядочный Верующий Человек Он должен Руководствоваться В первую очередь Истинной Божьего слова А не Вот Предубеждению Всякими Религиозно-политическими Заказами И прочее Так вот Если исходить Из оригинального Текста Именно что Кроме физических Таких вот Обычных Естественных Поражающих Их змей Был элемент Сверхъестественного Поражения То есть Не просто Там Гадюки Там всякие Там А именно Серафы От таких Я так полагаю Змей Можно еще Как-то Был отбиться Тем более Там уже Были миллионы Людей Представляете От таких Змеи Они Как-то Отмахались Отбились Я не знаю Но Постарались Бы Как-то Но Попробуй Отмахались Отбились От сверхъестественного Поразителя Тем более Что Сераф Серафим Серафим Значит Переводится Как Да Огненный Пламенеющий Это Хорошие Переводы Да Правильно Но Есть И Другие Как Б Насчет Варианты Перевода Это Поражающий Жалящий Так что У ангелов Такая работа Знаете Ничего Личного Как говорится Он Приходит Порой Ангел И не только С хорошими Новостями Или Деяниями Какими-то Иногда Ангелы Приходят Для Поражения Определенного Кстати В Библии Мы видим Примеры Этому Что Действительно Миссия Ангелов Порой Один Очень Различны Иногда Это С таким Хорошим Приветствием Радуйся Благодатный Господь С тобою А иногда Это Так Что Давайте С миссией И город И окрестность Будет поражены Огнем Понимаете Ангелы Приходят С очень Разными Новостями И Порой Эти Новости Ужасны Серафимы Конечно Пророк Они явились Шестикрылые Существа Думя Закрывают Лица Думя Ноги Думя Летают И вот Жертвенника Они могли взять Уголь Будем так Говорить И Знаете ли С небесного Да Значит И вот Действительно Ну Сверхъестественные существа Будем так Говорить Сверхъестественные Но Но Если Брать Оригинальный Секс То Получается Серафы Участвовали В поражении Израиля И Вот Все Кто Вышел Из Египта Они находились Там Поражение И вот Друзья Дамы и господа Конечно же Но в таком случае Получается Что Возможно Мы здесь Сделали И не Такую Обычную Змею Которую Обычно Рисуем Там То На Картинах Допустим Там В детских Изданиях Детской Библии Или же На Иконах Допустим Такая Змея Такая Змеюга Там Как Вот Символ Медицины Там Рисует Обычная Чаша Такая И Над ней Змея Какая Вот Нечто Подобное Обычно Рисуют И На Христианских Картинах Иконах Но Если Брать Не Сенатальный Перевод И Не Другие Переводы А Вот Оригинальный Текст Вполне Возможно Моисей Сделал И Вот Серафа Огненного Поражающего Змея Бернатого Змея Будем Договорить Двумя Закрывают Лицо Двумя Закрывают Ноги Двумя И Двумя Летают Но В таком Случше Это Очень Напоминало Крест Согласитесь Издалека Это Напоминало Крест Двумя Летают Двумя Закрывают Двумя Закрывают Ноги Для Меня Это Особый Знак Знак Моего Господа Да Есть На чем Подумать Да Интересно Не Возможно Он Сделал Моисей Сделал Обычного Змея Конечно Какого Гремучего Змею Не знаю Я там Со Свечкой Не стоял Не знаю Точно Но Если Представишь Что он Сделал Серафа Поражающего Такого Сверх Естественного Существа То Тогда Да Это Точно Будет Напоминать Крест Тем более Что Слова Иисуса Знаете Вот Кстати Интересно Когда Бог Давал Заповеди Да Еще Интересный Момент Я тоже Так Размышлял Бог Давал Заповеди Он Давал Заповеди Не делал Того Что На земле Там Внизу Под землей Там Все Вот Негады Какого-то Присмыкающегося Понятно Нельзя было Делать Насчет Ангелов Там Не сказано Тем более Что Когда Даже Храм Строили Ангелов Хервимов Там Было Сделано Изображение И Это Не являлось Нарушением Знаете Ли Той Как раз Заповеди Не было Нарушением Скомар Нос Не подточит Интересно Есть На чем Подумать Да Друзья Но Тем более Что Эти события Описаны В числах Знаете Даже Мудрецов Древности Еврейских Ставили Порой В тупик И обычно Как бы Как мудрецы Древности Говорили Вот придет Машех Придет Христос Он все Расскажет Потому что Есть вещи Просто Необъясним И Кто Греш Он Может Открыть Как бы Эти Тайны Потому что Действительно Порой Такие Головоломки Есть И Трудно Объясним Эти тексты Так вот И Как раз В общем-то Так оно и получилось Слушайте Как раз Так оно и получилось Потому что Пришел Машех Пришел Христос И он все Рассказал Ну по крайней мере Иоанн Пишет об этом В третьей В третьей главе Иоанна Мы читаем Историю С Никодимом Беседа С Никодимом Где Иисус Христос Ишуа Машиах Черно по белому Написано Слушайте Вы это тоже читаете Да Тоже Наверное удивляетесь Как Моисей Вознес змея В пустыне Так должен быть Вознесен И сыну человеческому Дабы всякий верующий В него не погиб Но имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына свободе народного Дабы всякий верующий В него не погиб Но имел Жизнь вечную В этих двух стихах Два Такие прям Утверждения Снова Снова и снова Да Ну как бы то ни было Действительно Даже не сама форма Там креста Там Или Змея такого Или Или Серафа Конечно Дело не в этом Дело не в том Совсем Дело в том Что Мы должны Воззреть на того Кого пронзили Грехами своими Ведь наши Беззакония Грехи все Все уродство Нашего мира Батюшка Было на нем И ранами его Мы исцелились И всякий Кто призовет Имя Господня Спасется Вот это самое важное Знаете Друзья Дамы и господа Братья и сестры Для каждого Из христиан Об этом говорил Много раз В разных проповедях И в своих церквях Наших Нашей епархии Нашей архиепископии Киевской И значит В других конфессиях Деноминациях У баптистов Харизматов Безятиков Адвентистов Очень разных церквей В гостях Я бывал И бываю И говорил Говорю И буду говорить Что действительно Нас Спасет Только лишь Христос Стричность Вот Потому что Этот мир Он действительно Напоминает Вот это вот Место Поражения И мир возле лежит Действительно Правда Друзья Хотите верьте Хотите нет Отвергайте Не отвергайте Но это правда Это объективная истина Что этот мир возле лежит Здесь И Здесь везде Ядовитые Змеи И яд их Везде Все укушенные Больше или меньше Да укушенными уже Рождаемся Уже укушенными Ну вот Не успели родиться Тут же еще Клубок змеев Всяких Кусает нас И чем дальше Тем больше И Исцеление Лишь одно Возреть На Медного змея Возреть на Того Кто Стал Сверхъестественным Нашим замещением Сверхъестественным Спасителем Господом Кто взял на себя Наши немощи И понес наши болезни И ранами Чем мы Истили Чем мы Истили Истилины Вот Слава Богу Поэтому Если чувствуешь Брат, сестра Чувствуешь яд какой-то То Возри На Христа Мысли о нем Один из Философов Еще в 19 веке Не помню точно Ради Он говорил Что Значит Христос Это тот О ком Даже одна мысль Отделает мир Чище Лучше Это действительно Правда замечена Истинно замечена Вот В каком-то Ни было бы положении По мысли о Христе Подумай о нем Об Иисусе Возлюбленном О Христе И Ты это Действительно Прочувствуешь В своей жизни В своем мышлении В своей действительности В своей семье В своем бизнесе В своем служении Вот И это Помогает Это работает Как на уровне Каждого отдельного Человека верующего Так и на уровне Целых Поместных церквей Семей Отдельных семей В семье Допустим Разлад Проблема Что Воззреть на Христа Воззреть Помыслить о нем Действительно И это Совершает чудо В наших судьбах Вот И на уровне Отдельных общин Церквей Конфессии Деноминации Это работает Сто процентов Целых стран Это работает Очень сильно Вообще Так что Вот это Напоминание Перед собором Как раз Думаю очень актуально Ну и на соборе На самом Планируем Говорить об этом Сейчас уже Холодно Достаточно Уже вечереет Уже вечер Вот Благоставляю всех Приглашаю Паки и паки Что называется Снова и снова На собор 29 октября В это воскресенье Вот Начало С 9.00 Кловская Улица Первомайского 6 Здесь в Киеве Вот Ну адреса все есть В соцсетях Я везде публикую И публиковал Эти материалы Вот Пусть Бог Благоставит Вот И А когда Закончится Собор Не знаю Честно говоря Я думаю Он никогда не закончится Я думаю Что С этого Пятисотлетия С дня начала Реформации С этого юбилея Просто Новое начало И Новое Действительно Толчок Для Продолжения Этих реформ И Расширения Их Во имя Господе Благоставляю вас Да Благоставит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Святым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Сво На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Так что И На самом Соборе И В последующих Заседаниях Встречах Будем Молиться Будем Благоставлять Бога Смогущего Открывать Истину Евангельскую И Пусть Бог благостовится К вас Из города Киева Божьей милостью Архиеврископ Сергей Журлев Иформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем